Я хочу рассказать о человеке, который знают многие о Десногорске и за его пределами. Этот удивительный человек сумел организовать службу безопасности на нашей атомной станции. Почему я выбрал такую работу? А потому что это моя профессия. Я для себя сделал вывод, что работать надо так, чтобы никаких интересных случаев не происходило. Потому что то, что вы называете интересным случаем, наверняка чья-то недоработка. Родился я в Луганской области, город Ровеньки. Есть такой город областного подчинения, в Горнятском поселке, в семье Шахтера. В 1976 году окончил школу и поступил в Ярославское высшее зенитное ракетное командное училище войск противовоздушной обороны страны. Который в 1980 году с отличием окончил. И был направлен для прохождения службы в состав 27-го корпуса противовоздушной обороны. Который дислоцировался в городе Риге. Там я попал в Каунацкую зенитную ракетную бригаду. И первая моя должность был начальник расчета цифровых вычислительных машин на командном пункте бригады, которая стояла в Каунасе. Извините, я в Десногорске уже столько прожил, что уже другого города и не представляю. Служба проходила стандартно. В 1993 году в связи с известными событиями воинская часть была выведена из Литвы и направлена на прикрытие Смоленской атомной электростанции. Мы располагались в деревне Корнеевка, в 6 километрах от АЭС, если по прямой брать, на запад. В тот момент я был командиром дивизиона системы С-300 и через некоторое время стал заместителем командира полка. В 1998 году полк был решением главного штаба войск противовоздушной обороны страны расформирован. Тогда действительно шла колоссальная реформа армии. Мы потеряли очень многие воинские части, в том числе и боеспособные. На подуме нашего полка, который сумел в достаточно тяжелых условиях выйти из Литовской республики. Прибыть сюда, развернуться, встать на боевое дежурство. Но почему-то оказалось, что мы не нужны на западных рубежах. Встал вопрос, куда и что делать в связи со сформированием полка. И я обратился в отдел кадров Смоленской атомной электростанции. Первоначально планировалась моя работа в цехе ТАИ мастером. Но при проверке заместитель директора по режиму Виктор Петрович Михайлов меня заметил и взял под свое крово. В том же 1998 году я устроился на работу в июне месяце. А в декабре приступил к формированию службы безопасности. Тогда она только-только начинала формироваться. Вот, в принципе, все, так сказать. Почему именно эта у вас профессия так просто сложилась? Или вы как-то... Не пожалели вы, что вы столько лет отработали? Вы же сейчас ушли на пенсию, да? Да, я сейчас ушел на пенсию. Мне 62 года исполнилось недавно. Два года назад я ушел, как военные говорят, в запас. Ну, на гражданке говорят на пенсию. Да, после исполнения 60 лет я уволился. Почему я выбрал такую работу? А потому, что это моя профессия. Это моя профессия, полученная в училище. Дело в том, что создание системы физической защиты и построение системы зенитной ракетной обороны это суть одно и то же. Так как я до этого 22 года занимался именно этим делом, именно построением системы зенитной ракетной обороны на разных должностях, начиная от начальника расчета и заканчивая заместителем командира полка, то мне это было близко, понятно. Вот, и когда я получил такое предложение от одного из руководителей станции, я тут же согласился. Знаете, еще в армейской среде, еще будучи, так сказать, совсем зеленым курсантом, проходя обучение в Ярославском училище, я для себя сделал вывод, что работать надо так, чтобы никаких интересных случаев не происходило. Вот, потому что то, что вы называете интересным случаем, наверняка чья-то недоработка или головотяпство. Вот в системах, в тех, которых работал я, это именно так. Когда кто-то совершает подвиг, это означает, что кто-то где-то очень сильно напортачил. Сейчас встречаются в печати, ну, в средствах массовой информации, вот там военнослужащий, офицер такой-то, проводя занятия с солдатами, лег на гранату боевую, да. Он молодец, он совершил подвиг. Он не совершил подвиг, он не научил солдата до этого, поэтому солдат у него боевую гранату выронил. Так это подвиг или разгильдейство? Ваша сфере это разгильдейство. Это разгильдяйство. И вот когда мы говорим, что кто-то там чего-то, да, увели самолет с отказавшим двигателем, да, эти ребята совершили подвиг, но тот, кто плохо обслужил двигатель, он же преступник. Поэтому, ну, моя служба и работа складываясь так, что Господь Бог миловал, а может, может, какие-то другие силы, но чего-либо сенсационного и из ряда вон выходящего в моей, ни в службе, ни в дальнейшей работе не происходило. Слава Богу! Есть ли у вас какое-нибудь хобби? Может, вы играете на гитаре, на фортепиано, читаете стихи? Ну, у меня очень много всяких разных увлечений, к сожалению, практически ни в чем я не достиг, так сказать, какого-либо уровня, который можно демонстрировать в качестве шоу там или развлекать людей, за исключением очень близкого круга моих друзей или родных. Ну, как у каждого человека есть какие-то увлечения. Играю в шахматы, умею читать стихи. Есть увлечение, то, которое не совсем популярно, я увлекаюсь бардовской песней. Вот, я не пою, но уже давно, 12 лет, я являюсь, вот теперь, внимание, членом клуба авторской песни на Кавказских минеральных водах, который называется «Поющий источник». Раньше он назывался «Жемчужина Кавказа» и был под крылом нашего атомного профсоюза. Базировался на территории санатория «Жемчужина Кавказа». В 2006 году я познакомился с этим потрясающим коллективом, с этими ребятами. Они исключительно любители или учителя, ну вот, какие-то работники чего-то, не работники этого самого сферы искусства, а именно увлеченные люди. И в 2008 году я первый раз попал к ним на фестиваль. С 2001 года проводится ежегодный фестиваль авторской песни. Там, в городе Исентуки или в городе Лермонта, в зависимости от ситуации. Ну и вот, так сказать, сошелся с коллективом настолько, они меня приняли, что я стал их членом, членом этого клуба. Хотя живу достаточно далеко, они называют меня наш иногородний член. Вот. Ну вот так. Это здорово, это очень хорошо. Да, да. Когда находишься, ты подышаешь. Он раскрылся, будучи на гражданке, каким-то новым возможностями, да, и способностями. Будучи неоднократно в Канминводах, на курортах, он там познакомился с соответствующими людьми, и его увлекло такое, ну, не знаю, какое-то вот направление, как бардовская песня, стихи. Он, кстати, играл на гитаре. Мы, когда собирались семьями, он может и спеть, сыграть на гитаре. А когда, видимо, появилось, как раз, вот это время, возможности, вот это новое какое-то направление в его жизнедеятельности, такое, как именно, вот, творчество, будем так говорить, да, ну, я даже удивляюсь иногда, ну, вот он просто-напросто может взять отпуск, наверняка, еще больше, или там, за свой счет, или еще, буквально на 2-3 дня сесть в машину, на один день съездить в Каменводы, там, есть шинтуки, или где-то не собирается на, соответствующий, вот такой, фестиваль бардовской песни, там, встретиться с своими друзьями, опять машину сесть, и опять прилететь сюда. Может быть, на выходные, и так далее. То есть, вот это, действительно, проявление нового, такого, направления в его жизнедеятельности. Сейчас, когда построил свой дом, у него, кроме, теперь, бардовской песни, еще новое направление есть. Это индюки, петухи, куры, которых он выращивает десятками экземпляров. Вот поэтому, это действительно, новое направление. Он уже знает, теперь, об их жизни, да, и командует уже новыми войсками, вот этими куриными. Вот это новое направление, как пенсионера уже, наверное. Мне бы хотелось, Александру Павловичу, пожелать здоровья, он мужик крепкий такой, да, в костей, здоровья, но все равно, как бы там ни было, чтобы действительно, это здоровье ему хватило на все его увлечения, ну и может, где-то еще что-то откроется, ну вот, потому что я знаю, что план, это у меня есть, но когда встречаемся, с ним он все время говорит, а я бы хотел вот это, хотел бы вот это, ну дай бог, удачи. Есть у меня приятель, Михаил Трошенков, он живет в городе Железноводске, он пишет стихи, достаточно, достаточно хорошего уровня, порядочного, вот, и причем это не графоманство. Мне нравятся женщины в платьях, не нравятся женщины в джинсах, никак не готовы обнимать заклепки штановых мужицких. В джинсовом покрое конкретность, а в платьях сокрытая тайна, им не к лицу сигаретность, и сквернословность крутая, присущие им легкости, нежности, ветренности, целомудрие, а в джинсах потертость, небрежность, бэушность, и векобезумие. Но скажите, вы непременно на это хотела плевать я, я высказал частное, мнение. Мне нравятся женщины в платьях. Вот, это стихи Михаила Трошенкова, когда я первый раз прочитал у нас в бухгалтерии на Смоленской станции, со мной недели две не здоровались девчонки, потому что так получилось, что в этот момент крайне мало среди этого коллектива было дам в платьях, все были, ну, понятно, это не какой-либо там упрек или пинок, это вот такая вот зарисовка, да. Остальные мои увлечения, они, наверное, такие же, как у многих людей, нет ничего такого необычного, чего бы там было. Небольшая мастерская дома, я умею и люблю работать с механизмами, ну, и образование у меня радиотехническое, в училище курсанты по программе высшего учебного заведения получают, кроме военной специальности, еще и гражданскую, вот, причем очень серьезную. Гражданская специальность у меня инженер по эксплуатации радиотехнических средств. Вот, и первые 20 лет моей службы были связаны с эксплуатацией именно радиотехники. зенитной ракетной системы это очень сложная радиоэлектроника. Вот, ну, это продолжает оставаться, ну, не увлечением, но таким вот, способностью что-то сделать, отремонтировать, настроить, починить. В начале 70-х в Горнятском поселке 14-15-летний пацаненок мог гонять на отцовской яве, вот, ну, совершенно без преследований со стороны органов государственной автомобильной инспекции, правда, когда ловили, выкручивали золотники, и ты катил этот мотоцикл домой, так сказать, со спущенными колесами. Получал от батя подзатыльник, доставал золотники, накачивал, снова выезжал и так далее. Вот, это, наверное, тогда зарождалось байкерское движение, которое сейчас приобрело такую популярность, но потом было училище, потом было недо-мотоцикла, а у Юли это увлечение, наверное, от супруга, потому что Дмитрий Ерофеев, ее муж, он активный участник клуба ночные волки, ну, и Юля тоже увлеклась этим же делом. Как вы считаете, вы были строгим отцом для дочерей или добрым? Я был любящим отцом, и я остаюсь любящим отцом. Без комментариев, хороший ответ. Вот. Я помню, как мы ходили на рыбалку всей семьей. Пока девчонки еще маленькие были, мама не занималась, а я с папой пескарей ловила. И выросли, и мама уже ловила рыбу вместе с папой. А мы с сестрами брали сачки и мальков пытались наловить для наших кошек многочисленных. Животные всегда были в нашей семье. Я не помню, что папа нам запрещал кого-то заводить, он даже сам привесил к бабам, я помню. Кошек вообще никто не считал, сколько их там было у нас по счету друг за другом. Иногда по две. Мама всегда любила волнистых попугайчиков. И попугайчики у нас были. Папа всегда с радостью разводил аквариумных рыбок. Мы даже как-то раз черепахну завели красновку. С ней не очень весело. Притащили как-то ёжик. Потом учили галчонку летать, кидали вот с балкона, пока он не сдох. В общем, привили нам любовь к братьям нашим меньшим. Ну и своим детям я тоже не запрещаю зародить живот. Я Александр Павлович Аюскевич знаю с 1994 года, с того момента, когда я приехал в Десногорск на новое место службы в зенитно-ракетный полк, который в это время диссоциировался в Десногорске. Александр Павлович сюда прибыл в 93-м году с Прибалтики, когда выводили наши вооруженные силы после обретения самостоятельности прибалтийских республик. И вот мы здесь встретились. Здесь мы встретились и подружились, будем так говорить, подружились семьями. Александр Павлович в то время был командером дивизиона, причем хорошего дивизиона, который был на хорошем счету. Могу славу сказать, что Александр Павлович грамотный специалист в области вооружения, и как командир, и как инженер. Что интересно, он закончил училище, военное училище с красным дипломом. Кстати, у нас все командиры дивизионов, которые служили в нашем полку, они все были краснодипломниками. Это говорит именно о подготовке кадров, которые были в зенитно-ракетном полку. Как специалист он был прекрасный, работал, служил прекрасно. Это было замечено командованием части, и буквально где-то за год до расформирования полка ему предложили новую должность, должность выше, заместителя командира полка по вооружению, и сам получил перешел. Под ним оказалось все вооружение полка, начиная от ракетного и заканчивая стрелковым, где как раз качества его как организатора проявились очень хорошо, особенно когда полк выезжал на боевые стрельбы на полигон, причем внезапные, вот эти качества как командира, как организатора в то время как раз хорошо проявились. Что еще я могу сказать про Александра Павловича? Прекрасный семьянин, три дочки, прекрасной дочери, жена красавица, мы дружим семьями, кстати, могу сказать, что Елена Константиновна, его жена, кстати, прекрасный стрелок, она участвовала в соревнованиях за сборную Украины, имеет соответствующий то ли первый, то ли разряд, то ли кандидат мастера спорта, выступала за нашу воинскую часть на соревнованиях по стрельбе, поэтому я могу сказать, действительно, эта семья прекрасная, Александр Павлович очень хороший сын, он же родом с Луганской области, там, где сейчас идет война, он маму свою вывез буквально за несколько часов оттуда, когда она позвонила, сказала, что все не очень так хорошо, он быстро собрался, сел в машину и привез сюда мать, без всего, просто с одежды, привез и все, то есть, вот эти качества его, как именно любящего и сына, отца, прекрасного мужа, прекрасного организатора, командира, инженера, они ему в дальнейшем пригодились уже тогда, когда он возглавил службу безопасности, начал, по сути, дело с нуля, ее организовывать на Смоленской атомной станции, и здесь у него уже вот эти качества, которые как организатора, как человека, который может в единое целое все связать и причем не только и потребовать выполнения вот тех мероприятий, сложных мероприятий, которые были на него возложены по новому его функционалу, они провелись в полном объеме. Есть ли что-то в этом мире, чего вы боитесь больше всего? Войны больше всего. Все остальное я побоюсь быть циничным, но даже утрата близких это очень тяжелое, но это естественное. когда они уходят по возрасту или в течение тяжелой болезни, да, вот, это понятно. А вот слава богу, я не был в горячих точках, не попал ни на какие военные конфликты, в которых армия Советского Союза, а потом Российская принимала участие. вот, все-таки ЗРВ это немножко не воздушно-десантные войска, не другие, не мотор, пехота, но знакомство с военной службой изнутри, а военная служба это не романтика, это тяжелый труд, это пот, кровь, причем в повседневной жизни, если к этому серьезно относиться. Поэтому, а война это этот воинский труд в течение 24 часов без на отдых и 7 дней в неделю, 365 дней в году и совершенно без каких-либо бытовых условий, причем в постоянном окружении смерть, гибель, решение, уничтоженные города, села. У меня дед был по материнской линии офицером, вот, по отцовской линии в 44-м году Юскевич Петр Владимирович погиб и похоронен в одной из братских могил на границе на западной границе Белоруссии. Вот. Ну, я рос в атмосфере рассказов о военной службе. Наверное, это послужило и выбором моей профессии. Что бы вы могли пожелать бы нашему подрастающему поколению? Вот какой сейчас растет-то? Молодежь какая растет, вы же видите. Я бы пожелал не подрастающему поколению, я бы пожелал тем, которым сейчас 40, 30, 40, 50, 60. Подрастающее поколение, оно ведь пока своих шишек не набьет, оно не успокоится. Не надо думать, что это что-то там особенное, еще в древнем Риме писали вот какая молодежь, все пропало, кто идет нам на смену и так далее. Но именно от нас, от тех, кому сейчас 30, тех, кому сейчас 60, зависит от того, как мы воспитаем своих детей и внуков. А мы воспитанием детей и внуков на сегодняшний день, к сожалению, не занимаемся. Это видно на каждом шагу. Видно, каких героев наши дети и внуки любят, на кого они равняются, что у них в голове, там же у подавляющего большинства, кроме ТикТока, ничего нет. Так вот, займитесь детьми, те, у которых они появились. Именно вы отвечаете за то, кто вырастет. Ни школа, не армия. Не армия. Тренер Борис Юрьевич Чапуренков позвал меня заниматься тэквондо. Он сам был в сборной России по парад тэквондо и решил меня подтянуть. Все получилось, поехали на первые соревнования, там все получилось просто прекрасно, стала первой по России и меня автоматически зачислили в сборную России в основном с составом.